Девочка-пай Здравствуйте! Вас приветствует коллектив программы «Печорский калейдоскоп». В студии Инна Климова сегодня в выпуске. Куда обращаться родственникам, призванных по мобилизации? Как работает горячая линия? На уроке в треуголке по реке. Тематический день гимназии в этом году посвятили эпохе Петра Первого. Как людям с инсультами получать помощь? Где сейчас первичное сосудистое отделение? И как работает? Мы узнали и рассказываем вам. Футболисты с трех лет. По Дворце спорта имени Ивана Пулакова набирают группу малышей. Открытие нового творческого сезона. На сцене МКО «Меридиан». Теперь об этих и других новостях подробнее. По поручению главы Республики Коми организована работа горячей линии для родных и близких, призванных по мобилизации граждан для обращений по вопросам поддержки. Время работы горячей линии ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Все поступающие звонки будут фиксироваться для последующего решения всех возникших вопросов и доведения ответов до граждан. Номер телефона горячей линии вы видите на экране. Уже несколько лет в канун Нового года проходит всероссийская акция «Елка желаний» для детей и пожилых людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Но так сложилось, что в канун 2022 года печерские малыши, некоторые из них, так не дождались своих волшебников. Почему 6 печерских детей не дождались обещанных подарков на Новый год? Все условия всероссийской акции были соблюдены. Семьи подходили под критерии отбора для участия в благотворительном проекте. Более того, получили положительный ответ от организации акции. Дескать, подарок будет и все. Тишина. Ни Деда Мороза, ни подарка. Можно долго искать виноватых, расставлять акценты, а можно взять и воплотить мечты 6 детей. Мне кажется, побыть в роли доброй феи иногда тоже полезно. И можно долго разбираться, кто виноват. А вот для меня главным критерием является, что делать, а не кто виноват. Зная о том, что загадывали дети на прошлый Новый год в рамках «Елки и желания», Совет предпринимателей города Бечоры, на который вышли с инициативой я как председатель общественного совета и Валерий Анатольевич Сирок как глава администрации, к которому я обратилась за решением этого вопроса, Совет предпринимателей принял единогласное решение о том, что мечты должны исполниться. В числе подарков есть набор гончара, есть планшеты, есть даже костюм полицейского, о котором так мечта ребенка. А мечты действительно самые разные. Дети не ставили критерий по цене или по престижности подарка. Настя хотела куклу, просто куклу. Солнышко, а ты можешь рассказать, как он будет стишок? Да, расскажешь. Брат Настя Ярослав просил у Деда Мороза «Елки желаний» планшет. Расскажи, пожалуйста, чем ты увлекаешься? Я делаю переставки, делаю поделки, кистую. Молодец. Молодец. С кем ты хочешь стать? Я хочу стать полицейским. А Настя просил у Деда Мороза «Елки желаний» ноутбук. Не развлекаться, не играть в компьютерные игры, заниматься дальше и работать. Расскажи, пожалуйста, о себе. Я знаю, что рассказать мне и что. Безложность полностью. Я Настя. Мне 15 лет. Учитель в третьем поле. А в шестом поле, занимаешь пение. Так. Какие у тебя достижения есть? Ну, в основном первые, вторые. Первые, вторые и третьи. Чаще какие? Вторые и третьи. Ну, а ансамблин первые. Ансамблин первые, вторые и третьи. Ответственность такая, да? Какие планы на жизнь? Какие мечтаешь стать? Работать в МВД. В МВД? Почему такой выбор? Ну, костюм полицейского мы уже не будем давить. Не знаю, так хочется. Стремлюсь к обеиму. Что-то нравится в работе полицейским? Нет, да. Правоохранительные органы. По-моему, очень достойно, да? Сталася такой же целеустремленной и достигает всегда побед в том, что ты выбираешь. Потому что только у таких людей, для таких людей успех может быть возможен. И тот ноутбук, который сегодня мы тебе обучаем, это благодаря твоим стараниям, твоей целеустремленности и поле поведения. Спасибо. Добрый день, сударыня. Добрый день, сударь. Только так можно было приветствовать друг друга в среду в гимназии номер один. 19 октября, в день гимназии, там прошел большой тематический праздничный учебный день. В этом году его посвятили эпохе Петра Первого. День гимназии всегда тематический. Гимназисты вторых-шестых классов под руководством классных руководителей подготовили творческие выступления на сцене, которые посвятили неофициальным символам России. Второклассники рассказывали о балалайке и даже играли на ней о самоваре и березке. Третьеклассники о лаптях, матрешке и шапке-ушанке. В гимназическую шанку может поместиться целый класс. Ученики четвертых классов многое узнали о валенках, русских народных сказках и хлебе-соли. Красивых караваев на всех хватило. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРА ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРА Среди пятиклассников оказалось немало лошкарей. Они исполнили калинку-малинку и знатоков традиций скоморохов. Шестые классы успешно отгадали загадки своей игры, погадали на ромашки и напекли нежных и ароматных блинов по авторскому рецепту. Учащиеся седьмых-десятых классов рассказывали со сцены о том, что привез царь Петр Алексеевичу Россию. Седьмым классом поручили рассказать о земляном яблоке – картофеле. Царь был сильно озадачен, и чего он взяло бы мрачен. Что-то мой родной народ, широко разимурод, есть и репов, и горок. Все равно кричат, что бог ежедневный отцовок, что молодец и он, по неволе будешь мрачен и чрезмерно озадачен. Ну, боялись, осуждай, свои мысли объясняй, что почем и что к чему. Ну, и что касту даст? Может быть, продукта в город? Что-то не было, изморка. Рассказали о любимом цветке Петра – тюльпане. Полезном и ярком подсолнухе восьмиклассники огласили модный приговор для одежды европейского стиля Петровской эпохи. Рассказали о коньках и кофе, которые распробовал Петр Алексеевич во времена Великого посольства. Девятиклассники разыграли костюмированный сказ о том, как царь Петр научил всех картошку сажать, какие европейские и восточные цветы привез для летнего сада и множественных оранжереях Санкт-Петербурга и его окрестностях. Десятиклассники проводили уроки истории и дефиле в париках. Благодаря мастер-классам одиннадцатиклассников многие научились делать треуголки из газетной бумаги. И все это за один учебный день на переменах между уроками. Сегодня удивительный праздник. Вы уже знаете, что открылся царско-сельский лицей. И мы чтим традиции в нашей гимназии. В этом году мы посвятили этот праздник двум датам. Это символам России и Петру Первому. Не случайно, наверное, вы знаете, почему же сегодня вы это услышали. Конечно же, мы живем в богатой, великой стране. Мы любим хлеб да соли наши символы. И для нас важно, чтобы наши дети знали нашу историю. Чтобы дети любили свою гимназию. Чтобы им было сюда хорошо ходить. Я вам желаю мира, добра, процветания. И очень рада, что вы сегодня в этом зале. Но маленькая страничка юмора. Когда мы сегодня пригласили родителей и нам подали списки. И когда я их увидела, то я поняла, что сегодня в России никто не работает. Сегодня все отмечают день гимназии. А предшествовал празднику величайший директорский указ. В сей день каждому в гимназии следовало поздравлять друг друга с праздником. Детям домашние задания добросовестно выполнять. А взрослым руганье не учинять. На то других дней хватает. Вы смотрите Печорский калейдоскоп. Коронавирусная инфекция никуда не исчезла. В Печорской ЦРБ так называемое ковидное отделение до сих пор работает там, где располагалось первичное сосудистое отделение. Как же тогда люди с инсультами получают помощь? Около 500 человек с острыми нарушениями мозгового кровообращения каждый год проходят через первичное сосудистое отделение Печорской ЦРБ. Есть пациенты с доказанным инсультом, есть с прединсультным состоянием. С различными изменениями нервной системы, которые похожи на инсульт. Мы здесь проводим подтверждение диагноза, опровержение диагноза инсульт. Некоторые ковидные случаи начинаются с неврологической симптоматики. То есть как будто бы начинается инсульт, в итоге разворачивается ковидная инфекция. Потому что, к сожалению, вирус ковида поражает не только легкие, но и в том числе нервную систему по типу инсульта начала. Первичное сосудистое отделение с начала коронавирусной ситуации работает в помещениях, где раньше располагалось палеотивное отделение. Мера, конечно, вынуждена. Тем не менее, из больших красивых помещений, которые были предусмотрены именно для инсультных пациентов, пришлось перебраться в несколько стесненные условия. Несмотря на нахождение, так скажем, непривычном для нас месте, мы стараемся все равно соблюдать все наши принципы, наши стандарты диагностики, лечения инсультов. Привлекаем, работает наша мультидисциплинарная бригада в прежнем ритме, каждый день не прекращаем. С первых дней открытия нашего отделения, оно почти 13 лет функционирует, с декабря 2009 года. С первых дней в нашем отделении работают мультидисциплинарные бригады. Это бригада специалистов, которые имеют общую задачу, общую цель восстановления пациентов после инсульта. Мультидисциплинарную бригаду входят в нашем отделении врачи-неврологи, инструкторы-методисты лечебной гимнастики, врач и медсестра физиотерапии, логопед и медицинский психолог. Каждый понедельник у нас проводится обход мультидисциплинарной бригады. Мы каждого пациента осматриваем, определяем реабилитационный потенциал, ставим необходимые перед каждым членом мультидисциплинарной бригады, каждому даем задание на восстановление тех или иных функций, касаемые его специфики. Сюда же перевезли оборудование кабинета ЛФК, специальную дорожку для тех, кому приходится заново учиться ходить, с поддерживающей системой, рамкой для разгрузки веса тела, стабилоплатформу, специальное оборудование для диагностики и лечения нарушений координации и нарушений вестибулярного аппарата. В состав бригады обязательно входит и медицинский психолог. Инсульт – это всегда стресс для человека, для его родственников, для его близких. Им надо помочь в непривычной для них ситуации, чтобы они не впадали в панику и не пускали руки. Наша медицинский психолог Асия Фарисовна Габитова, она занимается, бывает, даже с родственниками беседует, успокаивает, обнадеживает, что это все поправимо, это все восстановить можно. И работая с пациентами, проведя разные тестирования, упражнения для снятия тревоги, беспокойства, депрессивного настроения. Поэтому медицинский психолог здесь очень нужен и важен. И все же, согласитесь, как бы хорошо ни работали специалисты первичного сосудистого отделения, сюда лучше не попадать. Инсульт – это заболевание, которое никогда не бывает на фоне полного благополучия. К нему всегда ведут два фактора риска. Не модифицированный, то есть неуправляемый, на который мы не можем повлиять, это возраст, это пол и наследственность. Три основные фактора, на которые мы не можем повлиять. То есть никак не молодеть человека, не изменить пол и так далее. Есть еще и некоторые считают, что раса, что европеоидные лица болеют инсультом чаще, чем лица других рас. И есть факторы риска, которые называются модифицируемые, то есть управляемые. Те факторы, зная которые, контролируя которые, можно минимизировать риски инсульта. К модифицированным факторам риска относятся артериальная гипертензия, сахарный диабет, мерцательная аритмия, лишний вес, повышение холестерина крови, алкоголь и курение. Если эти факторы убрать, то вполне можно их устранить. Например, артериальная гипертензия. Контроль давления, прием гипертензивных препаратов. Снижение артериального давления минимизирует развитие кровоизлияния в том числе. Прием препаратов противоаритмических и препаратов, разжижающих кровь и антикоагулянты, предотвращает развитие ишемического инсульта при мерцательной аритмии, при нарушении хриологии текучести крови. Отказ от курения и алкоголя, это, само собой понятно, во-первых, это вредные факторы для разных состояний, разных заболеваний человека. Поэтому все эти факторы, если убрать, то риск развития инсульта значительно снижается. И, в принципе, в последнее время активизируется, пропагандируется здоровый образ жизни. Поэтому, если это продолжать, я думаю, что тенденция к снижению инсульта, болезненная система кровообращения будет наметиться. И еще, очень часто человек не понимает, что с ним случился инсульт. И родственники этого не понимают. Печорские врачи не раз сталкивались с ситуациями, когда члены семьи видели изменения в состоянии больного, но не придавали этому значения. Дескать, полежит, а вовсе и само пройдет. А время потеряно. Когда возникает неожиданно нарушение речи, нарушение зрения, нарушение глотания, слабость онемения в конечностях, чаще всего на одной стороне, нарушение координации движений, в тяжелых случаях нарушение сознания и судороги по типу эпилептических. Вот если такие состояния возникают, то не надо ждать. Если они мела сторона, бывает, что по несколько дней ждут, что пройдет, потом поступают сюда. И конечно, так называемый золотой час, время, когда максимально можно помочь восстановить измененные клетки мозга, уже за пределами допустимого. И шанс на восстановление, на полное или хотя бы максимальное восстановление функции уже утрачивается. И дефект неврологически остается на всю жизнь. Поэтому не надо ждать, не надо смотреть, а вовсе пройдет. И нужно сразу вовремя реагировать, вызывать скорую помощь. Вы смотрите Печерский калейдоскоп. А мы продолжаем выпуск. Футболистами, конечно, не рождаются, но футболистами становятся с детства. Играть в футбол с трех лет. Во дворце спорта имени Кулакова сейчас идет набор в секцию по мини-футболу. Естественно, тренировки для трех леток особые. Малыши еще не могут длительное время акцентировать внимание на одном занятии. Поэтому 40 минут тренировки будут состоять и из футбольных упражнений, и из спортивных игр. Координация, они работают на координацию. Мне нужно развивать, делать акцент на развитие координации. Потому что 4 года, они же там некоторые вперед плохо ходят, не то, что говорить назад. Начинаем потихоньку работать, на координационной резнице работаю. Делаю акцент большой на развитие внимания. Очень большой акцент делаю на развитие внимания. Потому что я же повторюсь, что у них внимание на тренировках хватает 10-15 минут. Остальное все, они бегают. Но потом ребята взрослеют, потихоньку начинается, получается, получается. Получается у кого-то лучше, у кого-то хуже. Ну, надо работать просто и все. Но моя первоначальная задача, моя самая первоначальная задача – это привить спорт. Это во-первых. Во-вторых, чтобы этот спорт был ребенку интересен. А там уже я смотрю с ребятами. Если у него более-менее уже получается нормально в плане каких-то навыков, в плане развития ловкости, в плане развития координации, то же самое. Если он интересен ему этот вид спорта, то уже в дальнейшем мы с ним занимаемся. Вот и все. Конечно, можно начать играть в мини-футбол и в 7 лет, и в 10. Но, как говорит тренер, у ребенка уже будут закреплены определенные навыки, которые придется тренеру менять. Поэтому 3 года – идеальный возраст, чтобы изначально прививать правильные спортивные навыки. Для меня самое главное – сохранить тот костяк, который приходит в самом начале. Почему? Ну, потому что, допустим, в дальнейшем, если я этот возраст 3-4 доведу до возраста соревновательного процесса, то бишь уже какие-то выездные соревнования, мне с ним будет гораздо проще в дальнейшем потом работать. Вы просто представьте, что я набираю детей в 3-х летнем возрасте. И, допустим, если я с ними пройду 12-летний этап, ну, допустим, в 15 лет, представляете, какое занимепонимание у них будет? В 12 лет ребята бок о бок играют. Что я буду о них знать, что они будут знать друг о друге, что они будут знать обо мне. Это же как вторые дети, можно сказать. Футбол считается одним из самых травмоопасных видов спорта. Поэтому 3-х леток обязательно научат правильно падать, чтобы избежать травм не только во время игры, в обычной жизни. И даже если дети не станут великими футболистами, они здесь получат отличную физическую подготовку. Если взять, допустим, вторую группу, которую сейчас веду, второго года обучения, потому что я ребят набирал 4-5 в возрасте. Сейчас они уже 5-6. В принципе, весь тот костяк, который у меня был, 80% он остался. То бишь, детям же нравится, дети ходят. И все эти упражнения, которые мы проходили, которые я забивал в мышечную память, скажем так, вообще в целом. И когда они пришли в этом году, у меня первый раз, начали в этом году, первую тренировку и все те упражнения, которые мы повторяли, я был приятно удивлен, что они помнят. Тренировки для трехлеток будут проходить во Дворце спорта два раза в неделю. И еще. Три года подряд сборная Печоры по футболу становилась чемпионом республики. Кто-то должен со временем прийти печорским футболистам на смену. И в конце концов, кто-то должен научить сборную России правильно играть в футбол. Вы смотрите Печорский калейдоскоп! Дошкалята знают все, на все у них есть свое мнение. На днях мы поговорили с подготовишками 36-го детского сада, говорили о рождаемости в стране. У меня есть одна сестра, ее зовут Алина. А братики? А братика нету. Нету? Ты у вас двое сидит? Да. А сестра старше или младше? Старше. А вот скажи, когда вырастешь, сколько у тебя будет детей? Два. Почему? Потому что они два хороших. Почему ты не хочешь пять? Потому что с ними надо очень много традиций. Каких? Потому что их надо постоянно одевать где-то. Их надо собирать, водить в садик. Что еще с ними надо делать? Почему ты не хочешь, чтобы было много детей? Потому что их, если будет очень много, тогда надо очень долго собирать, водить в садик, в школу. Я хочу пожить для себя. Один братик. У тебя есть один братик. Ну-ка расскажи про него. Ну вот он всегда любит там считаться. Ну так, сидит. Просто. Почему? Я сама не знаю. А ты спрашивала? Он с тобой играет? Во что? Какие игры? Секретик. Это секретик. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, ты когда вырастешь, ты обыдь много детей или мало? Три. Почему? Мне нравятся дети. Ты любишь детей? А кого бы ты хотела? Малечка или девчонок? Девочек. Почему? И одного мальчика. Почему? Так хочется. А почему ты не хочешь, допустим, восемь детей? Ну, этого еще перепалок будет. Почему? Ну, они будут везде бегать. Ты не хочешь много детей? И кровати не хватит. Ага. А почему еще ты не хочешь много детей? Потому что они будут каждый день доставать. Как? Ну, там, мама, когда будем кушать. Ага. И что еще? И будить рано. Ага. Поэтому ты не хочешь много детей, да? А трое детей разве не будет тебя рано будить? Нет. А дети... Как ты думаешь? Я спокойных детей буду хажать. У меня две сестренки есть. Расскажи. Одна сестренка Манька Марина Шаут, а старшая сестренка Лиса. А хорошо иметь сестренок или лучше братьев? Как ты думаешь? Сестренки. Почему? Почему? Почему сестренки это хорошо? Мои сестренки меня любят. А как ты с ними играешь? С ними играю я в дочке матери. Ага. Они тебя в игру свою берут, да? Да. И кто ты в этой игре? Я папа в этой игре. Все. Понятно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а ты когда вырастешь, у тебя сколько будет детей? Один. Дети это очень дорого. У меня мама покупает киндо. Угу. Ну, что еще надо покупать детям? Шопочупши. Угу. Что еще? Шоколадки. И это дорого, да? Получается. А почему ты не хочешь много детей? Представь, у тебя будет пять детей. Не хочешь? Почему? Они будут баловаться, шуметь. Есть сестренка, и она в садике там, в младшей группе. Маленькая, да? А ты хотела бы еще братика? Почему? Потому что, потому что братья обижают девочек. А когда ты вырастешь, скажи, пожалуйста, у тебя будет много детей? Не знаю. А сколько бы ты хотела? Одного. Почему? Потому что не хочу опознать на работу, а так надо отвезти два ребенка в садик. Поэтому ты хочешь, чтобы обижал, да? А если опоздаешь на работе, что будет? Почему не хочешь опознать на работу? Ругать будут на работе? А если у тебя будет пять детей? или семь? Не, семьи не хотела. Это бы половина вот этой стенки, это были дети. Что? Если их поставить, да? Так не хочешь? Есть брат. Расскажи. Имя Артем. Отец замуж 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 Расскажи, какой у тебя брат? Брат Он старше или младше тебя? Младше Младше братик, да? Он маленький еще, да? Нет, чуть побольше Побольше Постарше тебя Хорошо А у тебя с ним хороших отношений? Расскажи, как вы общаетесь? Хорошо мы общаемся Во что играете? Играем в игру ходилка у родинка Это что такое? Это нужно придать кубик и ходить А вот ты когда станешь взрослым как ты думаешь у тебя будет своя семья? А сколько у тебя будет детей? Два Почему? Потому что я хочу чтобы они играли вместе чтобы они ходили садик в школу Если ребенок один в семье это плохо? Хорошо? Да Почему? Потому что так никто не овет тихо Сколько у тебя будет двое детей когда вырастешь будет? Да А если представить у тебя будет допустим семь детей Тогда ты будешь купить лимузин Почему? Потому что семь детей Это много? Ты не хочешь много детей? Почему? Потому что это тогда будет где-то очень громко У меня есть братик Расскажи Его зовут Миша Ему еще 4 лет исполнилось И он ходит в садик Такой же как и ты садик Скажи пожалуйста А сестренки? Две сестры старшая и младшая Одну зовут младшую Саша а старшую Катя Катя любит у меня посидеть в телефоне а младшая любит на компьютере Ага хорошо А ты когда вырастешь у тебя будет семья как ты думаешь сколько у тебя детей будет? Сколько бы ты хотела? Два Один Почему? Потому что вдвоем мне думаю что сложно будет справляться а с одни будет легче Почему? Потому что мне надо сделать это а у меня два ребенка и у них важное дело и мне приходится делать все вместе и из этого мне лучше одного Ага лучше одного да? А представь что туда будет допустим семь идти Такое может быть? Нет Почему? Потому что я такое не не видела никогда Мы пять детей Вдруг у нас и пять детей Это хорошо или плохо? Как ты думаешь? Для меня это плохо Почему? Потому что столько многими детьми невозможно справляться Почему? Потому что надо у него у одного одно задание у другого одно задание и у другого задание и столько много заданий и у тебя есть свое дело Как ты можешь сделать все задания если у тебя есть свое дело? Вы смотрите Печорский Калейдоскоп А мы продолжаем выпуск На этой неделе в МКО Меридиан открыли новый творческий сезон ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 из полутора тысяч участников в наш дом детского творчества занял 43 место и вошел в список 50 лучших 3,50,24 Этот телефон знают в каждой квартире узнал новость – позвони На сегодня это все Встречаемся на следующее воскресенье С вами была Инна Климова. Здоровья вам и вашим близким. До свидания.